Всем привет! Редис – первый весенний овощ на наших грядках. А свежие овощи – это всегда витамины и польза для организма. Редис легко выращивать, он быстро созревает и радует своим ярким видом, формой и приятным вкусом. Сегодня он герой моего скетч-ролика. Дорисую его в скетчбуке с простой акварельной бумагой без хлопка. С помощью простого карандаша строю композицию рисунка. Помню о самом выгодном положении главных объектов на листе бумаги. Рисую по принципу «от общего к деталям». Сначала намечаю расположение самых крупных объектов сюжета, трехголовок редиса и длинных стеблей с широкими листьями. Задаю их направление и расположение на листе бумаги. Теперь рисунок можно детализировать, придавая более реальную форму редису и листьям. Опять же двигаюсь от крупного к мелкому. Сначала обозначаю карандашом силуэты самых крупных, видимых нам листьев в общих чертах. И только после этого приступаю к их прорисовке. Как видно на референсе, некоторые листья цельные, лировидные, напоминающие апахала. Другие имеют форму эллипса. Третьи – просеченные на отдельные фрагменты. Листья у редиса имеют характерные волнистые края и много ветвистых проживок. Пока рисую, расскажу про достоинства редиса. Это кладезь полезных веществ. В нем есть белок, клетчатка, микроэлементы, витамины группы В, витамин С и витамин ВП. Все эти витамины участвуют в жизненных процессах всего организма человека. Помогают пищеварению и работе нервной системы, что особенно ценно в условиях жизни в напряженном ритме современных городов. С помощью ластика-клячка облегчу карандашный рисунок. Сейчас я беру в руки коричневый пигментный линер, чтобы обвести им все линии, сделанные простым карандашом. Пока обвожу рисунок линером, продолжаю рассказ про полезность редиса. Содержащийся в нем витамин С поддерживает наш иммунитет. Также в нем есть микроэлементы – калий, кальций, магний, железо и фосфор. Калий и железо помогают работе сердца и сосудов. Калий в паре с кальцием необходим для опорно-двигательного аппарата. Магний чрезвычайно важен для нервной системы. Редис – природный антибиотик. Его фитонциды оказывают антисептическое и противовоспалительное действие. А содержащийся в нем антоциан способствует снижению риска онкологии. Редис выращивают даже на космических станциях в условиях невесомости, потому что он быстро созревает и в качестве домашнего лекаря обеспечивает человека эффективной поддержкой и защитой от многих болезней. На референсе на головках редиса видны блики света, падающего слева. Эти места нужно покрасить так, чтобы максимально реалистично передать иллюзию объемных головок редиса на плоской бумаге. Помочь добиться этого эффекта помогает соблюдение принципа светотени, показанного на схеме слева. Для оживления этого сюжета мне пригодятся акварельные краски в кюветах, емкость с водой, беличьи кисточки и белая гелевая ручка. Смачиваю чистой водой все три головки редиса. Бумажной салфеткой можно убрать образовавшиеся лужицы. Красным хинокридоном приступаю к раскраске головок редиса, начиная со светлого оттенка в бликовой области. Редис в разных регионах мира бывают розовый, красный, малиновый, бордовый, фиолетовый, желтый и даже белый. Красный хинокридон в моей палитре очень близок по цвету к выросшему на подмосковном огороде редису яркого малиного цвета. Пока я работаю красками, расскажу еще кое-что интересное про редис на заметку худеющим. Его пищевые волокна способствуют сохранению долгого чувства сытости. Редис содержит клетчатку, которая помогает пищеварению и выводит из организма шлаги и токсины. Он низкокалорийный, в нем много важных витаминов и микроэлементов. Поэтому его включают в состав диет для снижения избыточного веса и улучшения холестеринового обмена. Достаточно 2-3 раза в неделю есть овощные салаты с редисом и не поправляться, а то и скинуть пару лишних килограммов. Но при острых заболеваниях желудка, кишечника и печени редис не рекомендуется к употреблению в пищу. Места собственной тени на круглых головках редиса покажу с помощью фиолетового цвета, который получаю, смешивая красный хинокридон с холодным ультрамарином. Закрашиваю полученным темным оттенком места собственной тени на головках корнеплода. Резкие границы сразу размываю чистой влажной кисточкой, чтобы переходы были плавными. Снизу на головках редиса я протерла чистой отжатой кисточкой рефлексы от белой поверхности, на которой он лежит. Добавлю насыщенности двум верхним редискам, потому что по мере высыхания бумаги некоторые акварельные краски светлее. Перехожу к покраске листьев. Буду это делать от светлого к темному. Развожу обильно майскую зеленую в пластиковой палитре и заливаю ей всю листовую область пучка редиса. Ее цвет очень хорошо соответствует самым светлым местам ботвы раннего весеннего редиса. Сразу пока бумага влажная, начинаю накладывать зеленую травяную, так, как вижу на своем референце. Такой прием называется рисовать от пятна. Это скорее интуитивный подход к нанесению цветов на бумагу, а не аналитический. Крашу так, как вижу цвет на листьях редиса на фотографии. Мы ведь именно так и воспринимаем окружающий нас мир пятнами разного цвета. Где-то накладываю краску насыщенно, где-то разбавляю ее, где-то снимаю ее излишки чистой отжатой кисточкой. Все резкие границы сразу размываю для получения мягкого акварельного эффекта. В живописи красками мнения профессиональных художников иногда расходятся. Одни считают, что передавать цвет в картинах нужно, применяя теоретические знания науки цветоведения, понимая и строго анализируя геометрию расположения предметов, их перспективу в пространстве. А другие считают, что изображать красками видимый мир вокруг нас можно интуитивно, цветовыми пятнами, так как мы его воспринимаем своими глазами, не анализируя глубоко и не обосновывая для себя причины происхождения и отличий разных окрасов в тех или иных предметах. Пока крашу пышные листья редиса, возвращаюсь к прелестям чудного корнеплода. Сочный, хрустящий, ароматный редис имеет яркий вкус с легкой приятной горчинкой. Это из-за горчичного масла, содержащегося в его кожуве. Если горчинка кому-то не по вкусу, кожуру можно срезать и наслаждаться сочной мякоти. В салатах редис хорошо сочетается с разными овощами, яйцами и сыром. А тонко порезанный редис, заправленный майонезом, прекрасный моносалат. Самые темные места в глубине листовой массы покрашу с добавлением к зеленой травяной холодного ультрамарина. Такой тональный контраст светлых и темных пятен на плоскости бумаги помогает передать ощущение трехмерности видимых объектов. По теории цветоведения, тон – это участок видимого пространства, окрашенный цветом с определенной светосилой. Именно наложенные на бумагу адекватно увиденному разные тона создают иллюзию видимого трехмерного пространства на плоской бумаге. Простыми словами, благодаря тону задается объем в картине или рисунке. Можно сказать, что тон – это способ передачи трехмерного пространства на плоскость листа. Коричневым цветом с добавлением фиолетового подкрашу начало прикорневой розетки листьев ретиса. Сам корнеплод сидит в земле, а листья растут над землей. Поэтому начало прикорневой розетки более темное. Под пучком ретиски на моем референсе видны падающие тени. Они нечеткие, но их надо показать, иначе будет казаться, что пучок редиса висит в воздухе. В жилописи цвет падающей тени зависит от многих факторов окружающей обстановки. От цвета самого предмета, от цвета поверхности, на которой он лежит, от источника света, от времени суток и даже времени года. Мой снимок сделан рано утром. На восходе и заказе солнечный свет обычно теплый. Поэтому падающие тени я покажу с помощью холодного фиолетового оттенка. После заливки фона светлым оттенком фиолетового, я сразу и быстро по-мокрому накладываю его более насыщенный оттенок вместо теней. Самые темные места рисую в глубине пучка редиса и под листьями. Тени на референсе нечеткие, поэтому резкие границы разных оттенков я сразу размываю чистой влажной кисточкой. А теперь белой гелевой ручкой выделю некоторые прожилки на листиках. Пока я это делаю, расскажу, как редис попал на наши столы. Сама недавно про это узнала и с удовольствием поделюсь с вами этой информацией. По первой известной версии происхождения редиса, его выращивали в Китае более 3000 лет назад. В 13 веке европейский мореплаватель завезли его семена в Италию. Оттуда он попал во Францию и в Голландию. По второй версии редис произошел от Приморской редьки Средиземноморья, тоже несколько тысячелетий назад. С 16 века его стали выращивать во Франции, отсюда его второе название – Французская редька. В Россию редис привез с семенами Петр I из Голландии в 1710-11 годах. Яркий и сочный корнеплод повышал ему настроение и заряжал энергией, так что редис вполне можно называть царским овощем. И на закуску делюсь с вами рецептом вкусной окрошки не на калорийном классе, а на минеральной воде. Рисунок готов. Называю его просто редис. Ставлю дату и свою подпись. Если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте им лайк, перешлите друзьям и подпишитесь на мой канал. Благодарю за просмотр. На сегодня все. Со мной тут была Муся, помощник. Пока!